друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный telegram канала markets где мы каждый день размещаем большое количество аналитического контента все это вам в помощь в принятии торговых решений сегодня поскольку понедельник пройдет традиционный вебинар и параллельно голосовой чат в нашем телеграм-канале и по старой доброй традиции до его начала мы предложим вам несколько тем на выбор относительно как бы центрального топика моего сегодняшнего выступления поэтому если вам интересен фундамент если вы хотите более детальнее разобраться в какой-то отдельной теме из предложенных обязательно голосуйте так ну что давайте к финансовым рынком к нашим традиционным активам за которыми мы следим прежде всего стоит отметить что эта неделя начинается с повышенного спроса на риск это радует потому что те торговые рекомендации которые я давал ранее которые мы сопровождаем они как раз и предполагают укрепление позиции рисковых активов и большую слабости защиты ну единственное исключение пожалуй золото который мы также покупаем из-за ряда системных факторов которых я уже не раз говорил по поводу текущей недели два события на которые точные мы обратим внимание это заседание банка канады тем более что пара доллар канадец в арсенале наших торговых решений мы ставим на укрепление канадского доллара я очень рассчитываю на то что в эти пять дней друзья канадский доллар станет а еще более спросовым активом еще более интересным для покупок и сможет целом пара добраться до тех целей которые мы поставили ранее тем более что до них остается совсем чуть-чуть и заседание европейского центрального банка но ранее мы сделали прицел прежде всего на фунт на австралийца на канадца евро как бы обошлись стороной потому что мы следим за долларом индексом американская валюта индекс доллара и пара евро доллар у них практически стопроцентная корреляция но с реверс разумеется я думаю что ближе к четвергу может быть будут торговые рекомендации по евро я них вам расскажу но пока что предлагаю работать с тем фоном который мы с вами еще активно разбирали на прошлое позапрошлых неделях так рынок нефти 85 30 продолжаем расти причем для тех из вас кто продолжает рисковать и ставить на то что может скоро увидите 90 и выше я вас друзья в этом поддерживаю потому что это не только мое субъективное мнение это мнение куча инвестиционных банков которые в целом в каждый свои инвест декларации для клиентов рекомендует покупать покупать еще раз покупать из-за глобального топливного энергетического кризиса помимо этого фактора в конце прошлой недели я говорил вам что есть и другие причины почему нефти остается настолько интересно для покупателей это последний доклад опек о проценте исполнения сделки по сокращению добычи на 115 процентов и из этого мы сделали вывод что рынок даже в текущих условиях да по идее на нем дефицит но прям очевиден для всех становится более дефицитным потому что те регионы те страны которые могут увеличить добычу этого не делают и плюс ко всему они добывают нефти меньше чем мы закладывали в свои прежние прогнозы исходя из той самой сделки энергетического пакта по постепенному наращивание добычи на 400 тысяч баррелей в месяц но видимо есть причины в опек возможно они кроются в каких-то геополитических рисках и форс-мажоров например в анголе и нигерии где нефти добывается сейчас больше но почему салдуйская аравия которая имеет много производственных мощностей свободных это ключевое слово сейчас не компенсирует падение добычи в вот этих странах которые я назвал опять же скорее всего у стран опек есть план и совсем скоро в первых числах ноября мы будем наблюдать за очередным заседанием опек и вот там уже после него станет ясно где стоит ждать бренд и wti в рамках оставшейся части этого года пока что рынок дает возможность зарабатывать на росте на трендовой динамике давайте именно это и делайте британская валюта 037 81 я попробую рискнуть и поставить на то что эту неделю мы закроем выше уровня 1 39 располагает фон точно этому потому что очень хороший багаж у нас макроэкономических данных с прошлой недели данные по инфляции как вы помните роста индекса потребительских цен до 3 1 процента и мощный блок данных производственного сектора сферы услуг в пятницу в обоих случаях рост по сравнению с значением получается двухмесячной давности а если мы будем анализировать совокупный индекс то он также останется на многомесячных максимумах как это было и раньше я имею ввиду составной индекс который учитывает и производство и сферу услуг на таком фундаменте точно может выстроиться решение по росту процентных ставок напоминаю что прошлую неделю мы начали с активного роста фунта потому что этот рост был наследием от интервью главы банка англии бейли о том что банк англии в одном шаге от повышения процентной ставки потому что это нужно делать из-за растущей инфляции и тогда друзья значительно выросла вероятность ужесточение политики на заседании 4 ноября то есть тоже совсем скоро значительно это в два раза то есть если еще две недели назад участники рынка оценивали шансы на повышение ставки в 30 процентов то сейчас это уже в районе 65 я думаю что эта вероятность будет расти поэтому моя цель которая была довольно агрессивный 1 40 она все еще актуальна доллар канадец ждем в районе отметки 122 эта неделя заседание банка канады который точно будет принимать решение процентной ставки исходя из роста инфляции до 4 и 4 процента и довольно хорошего отчета по ровничным продажам в пятницу то есть здесь даже при желании на какой-то негатив мы с вами не сможем найти а если еще вспомнить про то что канадская экономика это регион который сейчас крайне благополучно из-за высоких цен на нефть и я думаю что точно нужно принимать решение о росте ставок или по крайней мере сводить к нулю программу количественного смягчения и давать нам железобетонные ориентиры когда стоит ждать это решение по ужесточению политики во всех сценариях вижу укрепление канадца и дальнейшее снижение пары доллар канадский доллар золото 1797 как мы ожидали хай был выше отметки 1800 долларов за тройскую унцию меня сейчас спрашивают как такое может быть десятилетки которые казначейские облигации конкурируют золотом продолжают расти по доходности золото растет вместе с ними все просто друзья если бы были нормальные условия на рынке туда золото никогда бы не росло параллельно с доходностью американских трежерис но сейчас десятилетние облигации растут на фоне еще более значительного роста инфляции инфляция больше пяти процентов а доходность по десятилеткам 164 сотых процента то есть реальная доходность она остается отрицательные золото интересно снова для тех кто считает деньги и полагает что из-за растущей инфляции которая скорее всего останется таковой течение следующих месяцев по золоту можно попытать удачу с целями 1850 и выше индекс доллара снижается 93 48 ждем в районе девяносто трех и ниже опять же плохая статистика бежевая книга фрс о том что все плохо по итогам третьего квартала я с нетерпением жду отчет октябрьский по non-farm pearls тоже через неделю уже релиз и соответственно плохие цифры это точно подтверждение того что фрс не созреет к решению по отказу от экономических стимулов и на этом я хочу увидеть доллар еще дешевле и американский фондовый рынок всех вас друзья поздравляю очередной исторический максимум у нас был в конце прошлой недели сезон квартальных отчетов радует каждую сессию блок корпоративной отчетности и ну лучше некуда значительное превосхождение ожиданий и результатов прошлого квартала еще и компания китайский девелопер evergrande который погасил долги на 85 миллионов да это капля в море учитывая задолженность на 300 миллиардов но ведь все начинается с малого по крайней мере компания смогла отсрочить банкротства на дефолт на несколько недель уж точно и сняла с рынка вот это вот неопределенность и напряженность которая присутствовала друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии и недели и до скорых встреч пока